А вот Цезарь Моритори Тесалютант! Что он пизданул? Ты чего там бормочешь? Да вспомнил, как гладиаторы Древнего Рима приветствовали Цезаря. Идущие на смерть? Угу. Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить продолжение истории. Но перед началом не забудьте поставить лайки и написать комментарии под этим видосом. Что же, а теперь погнали! А где Маша? Миша! Обратилась Ольга Дмитриевна ко мне, осматривая пространство позади меня. Какой Миша? Ну, техработник, вы же тут вместе сидели. Не видел такого. Зачем-то ляпнул, я и тут же прикусил губу. А, ладно. У тебя как успехи? Получается? Все еще осматривая пространство вокруг меня в поисках Миш, спросила она. Да вроде получается, только нужно провода распутать. Успеешь? Нам через минуту пора начинать. А то мы из графика уже выбиваемся. Думаю, успею. А почему ты уверен, что у тебя вообще выйдет? Ладно. Ответил я и начал быстрее распутывать узлы проводов. Ольга Дмитриевна приподнялась на носочки. И начала кого-то высматривать в толпе. Я усмехнулся. Главное, чтобы у нее не развелась шизофрения на почве Миш. Через минуту я действительно смог разобраться в этих джунглях. И микрофон был у меня. И провод микрофона был у меня. Осталось только разобраться, куда его вставить. Блин, не поверишь! Разъем микрофона! Я взглянул на микшер. Четыре разноцветных разъема взглянули на меня. Обычно они все по цветам идут. Думаю, микрофон вставляется в... Я уж думал, мне дадут выбрать. В итоге, когда все построились и вожатые тоже заняли свои места, Ольга Дмитриевна подошла к микрофону. Вы все приехали отдыхать и учиться чем-то новому в наш лагерь. И тут у некоторых из вас, я надеюсь, уже появились новые товарищи. Ведь очень важно всем нам учиться жить вместе, делить радости и печали. Давать совет и принимать помощь. Уметь видеть ошибки других и признавать свои. Помогать окружающим и не предавать тех, кто вам доверился. Поскольку дружба, не переходящее состояние души человека, Прекрасные чувства, делающие нас лучше. Блять, я как-то смысл потерял. Хотя в современном мире это понятие... Это великое слово дружба всячески опошляется. Его значения искажают, но все же остаются люди, Для которых это не пустой звук. С давних пор людей объединяла природа, Делая их уязвимыми поодиночке. Человек в те времена принимал уже... Понимал уже, что одному не выстоять. А если выстоишь, то дальше животного не уйдет... То дальше животного... Не уйдет в своем развитии. Поэтому создавались племена, потом государство. Боже, что нам нахуй несет? В основе лежало взаимное доверие. Вера на слово. Проверка суровыми испытаниями временем. Она чё так, типа, завуалирована пятиконтропами называет... Пионером, что ли? Кхм-кхм. Человек отдавал честь своей душе, честь обязанностей, в ответ приобретая нечто другое. Так человек развивался духовно. В ходе эволюции общество пришли к тому, что дружба — это не физическое, не материальное что-то, а вполне реальное высокодуховное чувство. Можно добавить, что не все люди умеют дружить. Многие путают это понятие с такими вещами, как сиюминутная выгода. Это можно описать на конкретном примере. Есть девочка Маша, она живет себе, радуется солнышко, общается с такими же Аленами, только в первый день дружит с Аленой 1 против Алены 2. И с Аленой 3, потому что с ней круто, прикольно, а завтра наоборот. И это разве похоже на настоящую дружбу? Нет. Дружба означает близость и взаимное тяготение людей друг к другу. Настоящий друг лучше, чем кто-либо другой поймет ваше настроение. Наше переживание разделит радость и огорчение. Проявится чувствие, утешит и поддержит в трудную минуту. Окажет бескорыстную помощь. Если это необходимо, он ради вас даже поступит со своим благополучием. Пойдет на какие угодно жертвы. Настоящие друзья поддерживают друг друга не только эмоционально, но и другими доступными для них способами. Причем такая поддержка всегда является бескорыстной, идет от души. Дружить это добровольно делиться с другим тем, что для вас важно. Будь то ваше время или тайны, собственность или чувства. Делиться не всегда означает давать. Скорее это желание позволить другому участвовать в том, что тебе дорого. Крепкая дружба подразумевает идеалы, жизненные позиции. И даже общее представление о прекрасном. Хотя друзья могут очень любить друг друга, придавать своим отношениям большое значение. Их дружба, в отличие от любви, не слепа. Мы можем видеть физические или личностные недостатки своего друга. Он может быть невыносим, скучным... Невыносимым, скучным или еще что-нибудь похуже. Уебком! Тем не менее, есть друг верный и надежный. Несмотря на все его недостатки. Более того, даже заядлый врун никогда не станет лгать другу. А лентяй сделает ради друга невозможное. Выбирая друга, мы ищем не богиню или рыцаря на белом коне. А человека, на которого можно положиться. С которым нас свяжут тесные отношения и сделают единым целым. Но это все не означает, что между друзьями не бывает размолвок. Наоборот, они могут ссориться, оставаясь при этом друзьями. Хотя это может вынести не каждая дружба. Обычно друзья знают границу дозволенного. И если возникают какие-то проблемы, то могут их решить, обсудив. Но если люди не могут больше разговаривать друг с другом на любую тему, значит они перестают быть друзьями. Блядь, а чем она вообще нахуй чешет? Как только мы осознаем важность дружеских отношений, слово друг приобретает иной смысл, значение и глубину. Если жизнь лотерея, то истинный друг огромный приз. Че-то я отвлеклась. Да неужели? Вы все знаете такую поговорку. Главное не победа, а участие. Но сегодня и сейчас вы должны выкинуть это из головы. Так как в предстоящем сегодня межотрядами отрядном соревновании, такой подход не даст вам ровным счетом нихуяшеньки. Почему я так много сказала о дружбе? Да хуй тебя знает. Да потому что вы сегодня должны сплотиться единой командой. Должны использовать сильные и слабые стороны каждого из вас. Для того, чтобы ваш общий командный дух помогал вам преодолеть сопротивление противника по спортивной борьбе. Соревнования сегодня подготовлены для участников у всех возрастов. Все будут бегать, прыгать, соревноваться в силе и ловкости. На победу... Но победу сможет одержать только, повторяю, только дружная команда. И от этого сможете ли вы ее... И от этого сможете ли вы ее создать, или же будете играть в лебедя, рака и щуку? Из всем известной вам басни Крылова. Зависит, кем вы через пару часов будете. Победителями или отсосавшими. Учтите, я это говорю... Вам сейчас, опять же, не просто так. Просто так, блять. Простите, у меня что-то в мозге вытекли. Что она там несла? Учтите, я это говорю... Это вам сейчас, опять же, просто так. РЕДАКТОР, ПРИЙДИ! Главная задача этих соревнований... Дать вам возможность ближе познакомиться и сплотиться. Также найти новых друзей. Желаю всем удачи. Вожатые, подойдите ко мне. Когда вожатые собрались вокруг Ольги Дмитриевны, та быстро объяснила каждому, в каких видах спорта будет соревноваться чей отряд и с кем. Она говорила быстро, часто путаясь. Было видно, что она переживает из-за того, что всё идёт не по плану. Но, вроде, после краткого ввода в ситуацию, она отправляла вожатых со своими подопечными на участки. Хоть это и много путалось, объясняя задачу мне, тем не менее, свою задачу я понял чётко. Нас ждёт футбольный матч с первым отрядом. После чего и я поспешил к своим. Мы выстроились на поле. Две команды по шесть человек. Первый и второй отряды. А в чём прикол первый писать через цифру, а второй буквами? Блять! С трибуны на нас смотрела Ольга Дмитриевна. А вот, Цезарь, маритори... Тесалютант! Что он пизданул? Пробормотал я. Ты чего там бормочешь? Едва слышно прошипела Кристина. Да вспомнил, как гладиаторы Древнего Рима приветствовали Цезаря. Идущие на смерть? Угу. В игре участвовал не весь отряд, так как Аня по вполне уважительной причине отдыхала в карантине медицинского пункта. Ольга её прогнала переодеваться. Она не в медпункте сидит. Какого хуя, блять? А! А! А то Аня, это Соня. А Соня из-за плохого самочувствия следила за игрой со скамейки запасных простит, и я их нахуй путаю по именам. Ай, не обессудьте. Наша команда состояла из Дрыщеватого меня, более спортивно сложенной Более спортивно сложенной Кристины Слегка флегматичного Сани Вдумчивой Могущей просчитать действия на десяток ходов вперед Киры Резкой как детская неожиданность И энергичной как ядерный реактор Риты И гибкой как тростинка Со слухом молодого Бетховена Тани В составе команды нашего противника Я с относительной уверенностью мог опознать Лишь пару человек Крупного и плечистого вожатого их отряда И... и... все Был ли кто-то на скамье запасных у первого отряда Мне тоже было неизвестно Ольга Дмитриевна давала последнее напутствие Перед началом матча А также вещала нечто пафосное Для остальной аудитории Я же ее особо не слушал Так как продумывал стратегию нашей игры В моей команде были Кристина, Рита, Таня, Кира и Александр Самой шустрой у нас определенно является Рита Не менее спортивная Благодаря танцевальным нагрузкам Таня Кристина тоже девочка в плане спорта не из ленивых Вчерашним утром пусть и вскользь удалось оценить ее кондиции Кира не на худышку, не тем более... не тем более на пушку... пушку... пешку не похоже Так же как и все... Так же как и все... Так же как и все спортивная и подтянутое Но отношение к делам у нее серьезное, вдумчивое и неторопливое Александр тоже не отличается высокой активностью Но подкупает своими... статьями... Что? Я же хоть и давно играл в футбол Но все равно тут важно, как это играет каждый Так что буду стараться К тому же, раньше у меня неплохо получалось стоять на воротах И вот Ольга Дмитриевна произнесла Пусть победит сильнейший! И мы собрались в кружок, в котором я объявил результаты своих размышлений Итак, играть мы, наверное, будем Эмм... Хоть дохуй его знает, давайте от атаки В атакующем режиме По полю распределяемся следующим образом На передний край атакующими Ээээ... Так... Кри... Так... Рыжая это Кира у нас вроде бы Кира как стратегический мыслящий человек Ммм... Кристина... Кристина, ты же у нас тоже спортом не брезгуешь Эээ... Мы разбежались по полю согласно оговоренным местам Мяч в игре Противник произвел распасовку Поводился с нашими девчонками по своей половине поля И резко бросился на нашу территорию К сожалению, бесполезно Так как Рето буквально за мгновение умудрилась отобрать мяч Отправив его по направлению к Тане Таня ловко обвела замешкавшегося противника Попутно проскользнув у него под приподнятой рукой И повела мяч в сторону ворот Ей навстречу стремился один из защитников команды противника Пытаясь оттеснить ее влево от своих ворот Учитывая массогабаритные характеристики Тани У него это могло получиться Таня ударила по воротам Игрок противника проскользил по траве В надежде перехватить начинающий свой полет мяч Но смог только сменить траекторию его полета В результате мяч полетел не в ворота А в направлении центра поля Заскакал по газону Кристина, недолго думая Постаралась положить корпус так Чтобы мяч не ушел выше ворот Этим постаралась вернуть его В том же направлении, откуда он прилетел Так как когда-то мне объясняли знакомые футболисты нападающие Она похоже сделала это автоматически Удар! Пушечный прострел! Вратарь бросается к мячу ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО распасовки игроки противника опять начали с вождения по своей территории по всей видимости надеясь оттянуть к себе наши силы или вызвать усталость у моих нападающих но все пока были бодрые и свежие забитый первый мяч и вовсе поднял наш боевой дух на новую высоту наши нападающие подошли к краю нашей половины поля но на провокацию не поддались пара человек из команды противника выдвинулась вперед и тут же была перекрыта таней и кристиной рита пошла вперед на игрока с мячом пас противника попытка перехвата ритой неудача перехват летящего меча таней пас кристине чтобы не отобрали чтобы не отобрали и рыбок в сторону ворот обратный пас от кристины таня пас навесом через голову игрока противнику рите через голову игрока противника удары рита поворотом заведенные сзади на за опорную ногой то есть рабочий раба ной рабочий наверно у самых ворот один из защитников отправил меч и в сторону за пределы поля таня подбежала к краю на вбрасывание меч в игре первым до меча добрался защитник команды противника он отправил меч глубже на нашу территорию кира встретила мяч от ее удара он полетел по друге вверх и приземлился на подставленную голову александра бзынь я темнота зрители смеялись и не иствовали я же сидел на земле слушал звон в ушах и пытался понять что же меня уронила смысле почему тебя сзади ко мне подкатился мяч гол да на автогол один один ёбаный ты чебурек александр после сбрасывания мяч оказался у противника один устроил распасовку очень короткую резко срываясь в обход ожидающего противника девчат ожидающих противника девчат короткие эпосы вот чёрт а забьет ангола или нет мы узнаем уже в следующий раз соштож на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр и всем пока а